Всем привет, с вами Doom. Сегодня мы продолжаем прохождение игры под названием Medal of Honor Underground и начинаем следующую миссию. В прошлой миссии мы потеряли брата Манон и миссия называется Среди мертвых. 1 мая 1942 года. Кому интересно, можете остановить на паузу и прочитать то, что у нас тут написано. Я, в принципе, уже это все знаю. Действие у нас будет развиваться в катакомбах. Такое зловещее место. Также тут можете почитать. Тут. Ну и давайте начинать. Помню я еще в начале 2000-х, когда эта игра только вышла, когда я еще ходил, как называть их, в компьютерные клубы, видеосалоны, где были Apple Station 1, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, где можно было за деньги играть. Вот как раз-таки я играл по сети, вот в эту игру на два джойстика. И вот эта карта была как раз-таки одной из, как сказать, мультиплеерных, где можно было на двоих играть. Так, здесь у нас сразу, опять же, Вишист. Получает он точный выстрел в голову. Давайте пройдемся по заданиям. Нам нужно закрыть вход в катакомбы и найти листовки. Ну что ж. Собственно, и начнем это делать. Так, еще один. Вообще ничего не слышит немец. Так, из оружия у нас, кстати, это Стэн, по-моему. Крутой автомат, коктейль молотова, ну и пистолетик, мной любимый. Так, здесь у нас один немец. Один, который покуривает. А курение, как известно, убивает. Собственно, что и сделало с этим нашим врагом. Забираем у него винтовку, но почему-то пишет, что обоим пистолета. Странно, что здесь. Очень, кстати, в этой части, по-моему, ни разу не было винтовки обычной, которая была в первой части Metal of Honor. Так, здесь я... Ага, вот у нас враг. Капец, он слепой. Заметили, я всех убиваю в голову. Так, вот здесь нужно быть аккуратным. Ага, нормально так, спиной. Пока точность выстрелов у меня, наверное, сто процентов. Здесь, кстати, легко очень запутаться. Я помню, когда играл, вот опять же, в начале двухтысячных, очень долго проходил эту миссию, так как тут реально катакомбы. В них можно легко потеряться. Ага, опять у нас отдыхающий, так сказать, охранник. За что, собственно, он и поплатился жизнью. Вот, давайте посмотрим на крутые текстурки. Оп-оп-оп. Едва раз заметны до очертания черепа, но вот так более-менее. Ну, сами должны понимать, все-таки это PlayStation 1, да еще и игра двухтысячного года. Так что нужно делать на это скидку. Но мне пофиг на графон. Мне главное, чтобы было интересно играть в игру. Так, вот здесь у нас... Спастат. Заметили, кстати, что я еще ни разу не потерял здоровье. Хотелось бы... Давайте возьмем, кстати, стэн. Крутое оружие, очень быстрое и такое убойное. Так, вот наша первая. Заметили, как появился в текстурках немец? Точнее, не немец. Так, сейчас взорвем. Проход. Два выхода надо еще. Оп, и все. Теперь немцам не пройти сюда. Блин, он мне снял такое количество здоровья. Вроде один раз попал. Кстати, я вот заметил в Medal of Honor, что на PlayStation, когда я играл, когда появляется более двух или трех немцев, то начинаются такие подлагивания. Ну, это с учетом системы, да, PlayStation 1. Это было как и на приставке, так и вот на эмуляторе. Тут независимо от того, у вас сильный компьютер, не сильный, это уже сама игра такая. Еще очень я бомбил в детстве, когда играл, что бывает вот так начинает лагать, и реально можно было умереть. Из-за этих лагов. Что непонятно, что происходит на экране, все тормозит. Но это вот проседание, так сказать, FPS из-за недостаточности железа. Так, у нас здесь никого нету. О, привет. Смотрите, стоит и стреляет в меня. Это насколько он слепой. Давайте в него кинем бутылочку. Зажигательный СМИ. Опа, а выкурили там еще одного точно такого же. Это уже немцы, кстати. То есть это их, так можно сказать, шестерки. Обычно. А вот это в фуражках, это уже сами немцы. Так, вот сейчас бы не запутаться. Если тут запутаешь, что-то потом бегать, бегать. Не особо это любил. Так, видите, здесь проход. Нужно запомнить, что... А, здесь у нас такой, как секретный схрон, в котором различная... А, вот, кстати, листовки. То есть сюда нужно обязательно заходить. Если вы сами будете проходить, можете воспользоваться моим прохождением, чтобы не запутаться. Я так более-менее еще помню, куда идти. Но... Запутаться тут, как два пальца. Так. Обязательно надо всех немцев убивать, чтобы вам стопроцентное прохождение засчитало. Вот видите, он не видит меня. Сейчас я его в голову. Оп. Так, значит, у нас там еще вниз надо спускаться. Здесь, я как помню, проход. Опять же будет фриц. Да, вот, смотри, где ты придешь. Так, нужно еще, значит, получается два входа, как я понял. Да, еще один выход. Ну что ж. Так. Здесь, по-моему, спуск вниз. Получай, дружок. Да, вот, спуск вниз. А там подъем наверх. Так, вот сейчас не запутаться бы. Туда проход. Опа. Курит, курит, курит. Оп. Блин, он меня успел задеть. Делайте ставки. Насколько же я пройду эту миссию? Так. Так, ребятки, что-то я... Ох ты, как он вылез на меня. Неожиданно. Так, по-моему, еще один, да? Вот его мне будет сложно убить. Хотя я уже убил его случайно, прикиньте. Нет, настоящий катакомбы, смотри-ка. Так, пойду-ка я сначала вниз схожу. Если вы помните, там был еще спуск вниз. Если, возможно, там нужно... Да, наверное, это и есть последний вход, так как мне нужно будет выбраться из этих катакомб. Не думаю, что если я пойду... Хотя нет, здесь никакого нет, кстати. Спуска что-то я ошибся. Видимо, это из какой-то другой миссии. Так что все правильно шел. Но серьезно, легко. Опа-опа-опа-опа. Смотрите-ка. Оп. Патрулируешь, да? Бэйлин такой. Некоторых с одного патрона убиваешь. Некоторых надо обоему целу выложить. Так, здесь, по-моему, наверху был, да, фриц? Ага, слышу, шаги. Да-да-да, вот он. Пописает. За что, собственно, и поплатил со своей жизнью этот фриц. Тут уже... Тут уже... Вот такие... Точнейшим выстрелом в голову. Так, они тут в шахматы, походу, играли. Круто, наверное, играть в катакомбах в шахматы. Так, здесь у нас подъем. Главное, не запутаться. Это, как знаете... О, черт! Я упал вниз. Очень-очень легко, как я и говорил, потеряться. Это как лабиринт Минотавра. Так, смотрите, здесь у нас два каких-то... Так, там кто-то забегал. Главное, аккуратность. Так, вижу бутылочки. Ага, вот он. Зачем-то взял, перебежал, выдал свое положение. Ну, за что, собственно, поплатился. Ой. А вот и последний. Так, все. С входами я закончил. А, бутылочки мне не нужны. Так, все. Входы замурованы. Ну, в принципе, я все выполнил. Вот здесь, кстати, начнутся такие дикие подлагивания, потому что будет очень-очень много немцев. Они будут прыгать с лестницы, потом сбоксал. Ага, вот смотрите, какой умный. Так, если я сейчас спущусь, сразу же сюда напрыгают немцы. Я первый. Так, ну я тоже не дурак. Черт, остался в живых. Нужно иногда приседать во время перезарядки. Здесь у нас немец, как я понял. Так, вот еще. Есть такая интересная тема в Medal of Honor, что бывают моменты, когда немцы могут выходить просто бесконечно. Да, вот видите. Они будут прыгать, пока я не пройду область. Это такой вот момент в Medal of Honor. Так, по мне еще стреляют. Слышите, да? Но... А неужели... Сверху никого нет? Тогда кто по мне стреляет? Сейчас попробуем прыгнуть вот на эти две могилки. Так. Вот-вот-вот немец. Откуда он вылез, непонятно. Ну что, будем заканчивать, собственно, игру. Осталось уже совсем немного. Ну, только не попади в мини. Я хочу стопроцентное прохождение. И желательно три звездочки. Видите, они здесь как... Один за одним идут. Так, вот мы и выбрались из катакомб. Ага, здесь фриц. Еще один фриц. Так, ну что, как него выкурить? Так, фриц готов. Ага, здесь нас ждет еще. Куда ты собрался убежать? Машина. Так, еще один. Собственно, и все. Сто процентов здоровья. Вроде всех убил. Ну и предпочтительно я убивал в голову. Надеюсь, мне дадут три звезды. Такой гроб. Ну и давайте залезем в машину. Теперь посмотрим, сколько звезд мне дадут. Думаю, что на троечку и три звезды я все-таки постарался. Так. Отлично. Среди мертвых. Сами можете смотреть мою точность и так далее. В голову 36 раз попал и убил 47 врагов. Ручные фриты какие-то, я не знаю, что это значит. Это была вторая часть прохождения игры под названием Medal of Honor Underground. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Продолжение следует.